но дайсы не будут продавать по такой маленькой цене мы это все прекрасно понимаем да если будет продавать по максималочку даже чуть выше чем максималочку торнадо мы с вами уже видели пойдем в торнадо залезем на просто ради прикола я знаю что я в нем вздох на лишь прикольно ну не вздохнуть а полетать торнадо попробуем выбраться из него это вообще помню возможно если ты попал в торнадо тебе уже жопа не знаю ни разу не получалось из него выбор а вот смотри я смог первый раз эти смог из него выбраться не значит все таки это возможно я просто не получалось раньше ну как бы прикольно я не заметил сколько было фпс когда я был в торнадо но вроде он как 120 примерно держится так и остался всем привет дорогие друзья всех рад видеть огромное спасибо всем кто прошел сейчас и будет смотреть это в онлайне огромное спасибо всем кто будет смотреть это в записи и не забудьте подписаться и поставить ваш лайк это категорически сильно помогает продвижению видео особенно комментарии комментарии это прям то что необходимо для продвижения видео в рекомендованные другим людям не будет очень приятно если вы это сделаете battlefield 2042 бета версия обт посмотрим что она себя представляет я фанат батлы но категорически давно не играл вот недавно буквально там в пятую зашел ненадолго и все как раз появится когда-нибудь но запись на youtube чеки как обычно я все смонтирую все сделаю красиво собственно говоря сегодня оценим что и как многие говорят батла хорошие некоторые говорят батла не очень она еще не доделана но тем не менее я хочу воочию убедиться и я как фанат 4 батлы и который прям долгое время в не играл мне прям интересно давно это было но тем не менее надеюсь что сегодня будет что-нибудь интересненькое берите все необходимое вкусненькое и так далее поехали так фильм так это все ставим графика автоматическая давайте посмотрим на максималышках что она из себя представляет на сразу включим ради интереса динамик resolution scale выключим футбол фрейм рендер а так вертикалыч подключить очень странно то что оружие реально сразу не пригружается прям пипец мне кажется какая-то проблема с сервак а сама для так быстро за три секунды захватили всю территорию все лол в отличие от колды здесь можно когда видишь вот так осматриваться а как интересно отсюда на крышу попасть а может может вот так выкачиваешься и россия от системы так там сейчас были столько людей я сейчас высуну все по лицу получу русские крайне быстро захватывают территорию тихо тихо блять здесь вертолеты самолеты эти плетают просто десятками сотнями килограммами тоннами триллиардами ну ка сука 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 ну ка подожди а я отсюда могу пройти на эту сторону таким способом по идее то а где мы смысле а почему они пропали просто вот так ли у мои патроны лети банутая система мне просто взяли патрон исчезли я кинул они просто по можно ли по трохе пожалуй почему здесь они не работают почему здесь я не могу использовать ванночку с патронами кстати я забыл что так можно бать тут вертолеты крушат все на свете блин никто не бегать с этими все бегут с автоматом блин один я с вектором не за чтобы специально о револьвер дай попробую подожди на револьвер есть о прям как 4 батлея бегал с таким же револьвером все да здесь уже никого не будет скорее всего эту территорию походу явно отвоевали может сваливать смелым нет будет а здесь тросики по бокам бля я ж не знал вообще проект наличия но очень сильно колодите напоминает этот момент о благодар чик ровенькое место появления пробуем снова но они будут пасти ту территорию хотя как ни странно нет не пастут видимо наши а нет нифига не отбили там там еще много их бля даже очень много они решили покорить жизнь самоубийцу ладно у них есть парашюта да а блин да что ж такое дважды просто замочил чувака и он меня при этом замочил друг друга блин зараза тихо а так далеко не могу spider-man spider-man а тихо бля это проблематично будет его убить отсюда без снайперской винтовки ты это хер по мне попадешь понял да spider-man spider-man но она спайдер-майн спайдер-майн бля ну да не то оружие у меня для того чтобы с ним стреляться бля да шаш пуль это такие долгие мать его да как-то затрахал меня да да Субтитры делал DimaTorzok На, я ему оставил пол хп Ты понимаешь, когда она начинает гореть желтым, это обозначает то, что он практически умер Да блин, сучара Spider-Man, Spider-Man Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Маленькая сука На самом деле нет, это была довольно-таки крупная сука Если брать по градации сучек Это была сука-сучка Spider-Man? Эээ, в смысле? Да блин, почему? Spider-Man, Spider-Man Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это желтая похода обозначает не когда мало хп, а когда в голову попадаешь Потому что сейчас вот чувакам опять желтая обозначилась, я попал в него много раз после этого Субтитры делал DimaTorzok Для первого раза так вообще супер Субтитры делал DimaTorzok Наличие танка это интересно Наличие танка это очень интересно, только вот Интересно, докинул? Почти они не уверен А, слушай, докидываю, судя по маркеру Да, я очень даже нифигово докидываю Довольно далеко гранаты кидать умею Таргет из факт Цель была трахнута Я трахнул цель Я трахнул цель И я ее всю Ну вылези, покажись Ляд, ты внутри все еще там, что ли, сидишь? Сзади же тоже наши обходят Откуда? Так, пропихнили пропихуемое, блин Так, ну стоп, это наша, это наша, это наша Все, они опять закончились Такие самые основные вещи Давай-ка мы вызовем с вами технику Тоже хочу джип Хоть покатаясь, посмотрю, какого это Чем такой долгий, блин? А, нет, 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 нет Сука, с танком гребаный хрен, а Ммм, джип как-то прям долгий-долгий, зараза Он так долго приземляется Я думал, что это будет побыстрее В этом контейнере, да? Добили Добили Пойдем попробуем захватить эту территорию Куда-то изнутри стреляют? Ммм, понял, увидел, услышал Принял во внимание Подожди, они еще, они выше, получается, да? Я могу сделать вот так, предположим И, а, нихера, не могу Я в чем? А, смотри А, вот, может, я могу как-то Нет, нет, так это же не умеет Фак Как сюда быстро попасть? Че, прям вот только двигаться таким вот способом Это же жутко Да не, я уверен, что должен быть еще какой-то способ Ой, так, может быть там, правда, можно было каким-то способом вызвать лифт? Ох, ну да, я сам виноват, признаю Стать, стоять на возвышенности, не шевелясь Довольно длительное количество времени Не самое разумное решение оказалось Я абсолютно справедливо после этого получил в лицо пули Так, у нас здесь есть люди, да? Бля, я думал, процесс будет быстрее А я, когда снимаю парашют После приземления Трачиваю еще много времени на это И как-то после этого я еще и сразу не смог нормально прицелиться Первый раз просто прыгнул, поэтому не знал, как это будет Ни хера себе какие-то шустренькие враталетчики Ах ты, собака, маленькая Маленькая, прям маленькая, категорически маленького размера Ну, не знаю, для первого раза, наверное, неплохо Хрен его знает Техникой я не пользуюсь Ну вот это здание пока что в Системе этой карты мне понравилось больше всего Вот именно на нем самое прикольное адрес Ах, я думал туда красиво Влететь в полете Но не успел, к сожалению Зато тем временем победа, однако Ну и не так уж и плохо для первого раза Нифига не настроен, а сенс не подобран Но тем не менее Надеюсь понравилось Прикольная штука Геймплей стандартный совершенно для Battlefield В принципе ничего сверхъестественного Аккаунт не мой, поэтому играл тут не я А ничего сверхъестественного нету Странная такая Вроде супер, но чего-то не хватает Видно, что немножко сыровато Вот чуть-чуть Хотелось бы чуть-чуть пожёстче чего-то Не знаю, но она Играется совершенно точно так же Как 10 лет назад, грубо говоря Та же самая четвёртая батла У меня есть в ней какой-то такой Именно своей какой-то изюминки Которая отличала бы её от других Battlefield Она практически всё абсолютно то же самое Нет вот чего-то такого нового Абсолютно нету Я не спорю, конечно Это пока не релиз, но тем временем Не ощущается как что-то то, что мы ещё не видели Или что-то, что стреляется Или хоть как-то по-другому вообще Как будто рискин на четвёртую батлу нацепили Так, давай как раз калашик возьмём Просто попробовать вот-то в пак из калашик Из себя представлять Давай Здесь какой-нибудь такой А, кто такой же, да? Да блин Хватит тормозить Да что-то перестало получаться Интересно, я надеюсь, калаш не будет слишком медленным Просто если у него слишком медленная стрельба Это будет не сильно Круто А это здание нужно захватить Да сука, я ж только что вышел и там никого не было Не самое удобное приключение Тихо О, нифига себе, какой пицельчик Симпатично У нас средне-дальнее симпатично Чё, всё? Только наши остались? Да вы гоните Ладно Это как? Я вскрою с текстурой просто А-а-а-а Медленное Кстати шприц, само-хил Это не аптечка Это дополнительная фишка У этого класса Аптечка может любой класс взять Но я уже понял Да, здесь у классов есть какие-то Свои определенные моменты я пытаюсь распробовать калаш как распробовать прорезь мэра хочу хоть посмотреть что на себя представляет вообще приведу чу как у великолепно сыграл прямо отлично лял калаша очень медленно по пулю летят прям трындец очень не нравится мне этот момент визуально игра красивая залка что такой скучный call пехоты вообще делать нечего ну да здесь во всяком случае на этой карте понимаешь то есть я думаю что в будущем если карта будет немножко поменьше по размеру будет получше с точки зрения пехоты опять же скорее всего в будущем появится режимы где техники будет либо уменьшенное количество либо ну совсем не будет так и режима часто батля были но в предыдущих во всяком случае были я думаю что его ли тоже будет пехота да здесь категорически сильно уступает транспорта но это и в принципе логично на самом деле здесь тяжело придраться но этим грешили все баттлфилды здесь ты не сделаешь столько же фрагов а вот на этой карте во всяком случае столько сколько ты сделаешь на любом другом там танки и вертолете и так далее здесь еще много приходится бегать но предыдущую катку межпрочем я так-то вошел в топ-3 несмотря на то что нихера не пользовался техникой а при этом сражался против игроков у которых как раз таки техника в приоритете типа того же вон вертолета понятно что он на строчит врагов больше эту катка что-то не особо людей могу найти да ёбаный ты в рот не что-то как-то расслабился я после предыдущих да и калаш признаюсь честно мне что не нравится не знаю он очень медленно стреляет у него по пулям неприятная отдача у него я просто хочу чуть подольше с ним поиграть немножко может его распробовать может я виновата просто не могу его понять вот предыдущий автомат и вектор и отлично понял а вот калаш это пока вообще не получается ей а визуально да игра прикольная и она неплохо оптимизирована у нее хорошие fps показывается это при том что это бета на fps она уже в принципе не вызывает каких-либо нареканий даже во время стрима все-таки это довольно сильная дополнительная нагрузка на компьютер если вы например не занимаетесь стримами то ну или записи видео то это вообще без проблем но беготня раздражает блин хочется больше экшенщика это вынужден бегать бежишь такой бежишь так и бежишь так захватил такой территории побежал другу бежишь так бежишь так бежишь так да блин а ты просто стремишь или видях и в данный момент видях и вообще на самом деле по-разному то просим то видях и в принципе мне позволяет стримить и так и так мой комп я могу без проблем перекинуть на прочь и в принципе мало что поменяется видях и потому что у ну этой видях и есть такая очень прикольная функция в бои стоит стрим лапсе как делать с помощью нейросетей которые встроены в видеокарты nvidia дополнительные кадры но делать меньше разрыв изображения для вас она как будто бы предугадывает то что должно было бы быть там где она должна была бы быть у проца такой возможности нет поэтому последнее время чаще стримы через видеокарту есть же вроде какие-то внешние устройства захвата которые вставляются между видеокарте монетром и позволяет стримить без дополнительной нагрузки на ком эти карточки захват они используются как с дополнительным вторым компьютером из одного компа изображения передаешь на руку помощью карт захвата типа карта вермидии прочее надо немножко по-другому работает бля мне не нравится коллаж вот тут есть вообще не нравится очень медленный прям бесит что стреляет так медленно как тебе игра в целом карта захвата нужно только если второй стрим пока есть но вот я так что да и сказал что карта захвата она захватывает изображение с одного компьютера и передает он другой компьютер например ты стримишь с одного компа ну а заход ну короче в общем для этого два компа надо как тебе игра в целом она совершенно то же самое что предыдущие battlefield 4 в частности она вообще в принципе ничего нового не в привносит вот такое чувство как будто не было всех лет когда она там выходила да то есть скажем так такое чувство как будто вообще ни хера не поменялось но и она по сути это и не поменялось если так подумать как будто бы натепили на 4 батлу рискин немножко и все она не воспринимается как что-то новое она не воспринимается как что-то вау она не воспринимается как что-то нихера себе никогда в жизни не видела вот появилась она воспринимается как совершенно стандартный battlefield который мы видели уже два с половиной миллиона тысяч раз и в частности похоже на 4 но определенно лучше чем 5 прям 100 пудов лучше чем 5 потому что 5 честно признаюсь мне не зашла стрельба и прочее это больше похоже на 4 батлу с новыми картами с немножко измененным оружием то есть как бы ну в общем ничего такого сверх глобального как очень хороший такой знаешь полноценный аддон для 4 батлы ключевое слово именно аддон но не как какая-то новая самостоятельная игра которая прям вау мая 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 а это релька бля турели кстати очень мощная я просто слушал многим не понравилось и многие отменили предзаказ карта захвата нужна только на карту захвата читал если у вас нету 4 батлы если вы играли только в 5 вам не понравилось как и в принципе многим потому что 5 признаться честно но реально не очень и вы хотели бы попробовать тот battlefield который был в свое время но когда выходила 4 часть когда выходила 3 часть но немножко в новой обертке просто современная более-менее графика да и все делаю то есть но уже понятно что 3 4 они сами по себе просто устарели то она неплохо но если вы человек который фанатеет battlefield а если вы человек отриграл во все battlefield и довольно таки длительное количество времени уделял игре в принципе и до этого того как бы один хуй ее просто нет смысла брать ничего вы не получите никакого нового эксперимента вы нихера не ощутить то есть вообще в ощущение куда вам заставили заплатить 60 или сколько там 90 евросов за то чтобы поменять скинчики наружу то есть примерно вот так не но внешне да игру внешне придирок не нету ну battlefield всегда выглядела сексе на если брать все battlefield и которые выходили когда-либо для своего времени они всегда были очень кайфовыми по графике бляда 3 battlefield до сих пор смотрится вполне себе солидно несмотря на то что игре уже хуй его куку его лет а я на максимал очках запустишь так бля на нормально до 4 9 но не в графе счастья как говорится понимаешь ну или не только в графе она играется совершенно точно так же это и неплохо и нехорошо а тут я совершенно обычный баттл ключевая фраза что совершенно обычный баттл то есть казалось бы 2042 все ждут столько пафоса бла 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 новинка там все дела ключевое слово что battlefield то по итогу вышел простой естественно из-за этого многие люди отменили предзаказ потому что люди у которых и так есть и 5 4 1 2 10 battlefield на грубо говоря да они хотели чего-то такого прям нового черта такого прям бах все эти трейлеры которые были они все такие вау вот это круто там будущего нифига по итогу ну такое он просто батла как и все остальные battle field люди разочаровались них появилось чувство что их наебали да блин здрасьте но видишь для новичков у которых никогда не было возможности поиграть батлу или они просто не хотели наконец-таки решились это в принципе нормальный способ приобщиться для ветеранов серии у кого бабки есть я могут купить ну прям чтобы маст хаву боже мой господи какая-то офигенная игра ёпту иметь хочу ее взять прям берите возьму и бабки и кидаю монитором не такого нет просто а и и и и и и и были на какого расстояния ты работаешь наверно слишком далеко тебя поставил не понимаю на каком расстоянии она работает по ума так далеко просто не пошли как обычно разработчики категорически сильно зря выпускают столько пафоса и столько трейлеров дело из игры чуть ли не охуеть какую офигенную вещицу тогда когда игра по факту является стандартом жанра и люди просто когда игра выходит ждут от нее некоторые революции некоторые новинки до серии невиданной а получает на вполне себя годный но стандартные по всем фронтам предыдущих игр experience соответственно понятно что люди разочарованы наделают ли это battlefield плохой именно конкретно эту часть да нет она точно такая же как и все предыдущие а предыдущие в принципе как я говорил в основном неплохи еще каточку после этой сыграя да и пока наверное хватит как раз да попробуем дробовичок хотя бы раз понятно что я наверно уже не успею хоть посмотрите что на себя представляет а просто другими руками в принципе не играю но глянь интересно а тут блин попробуй дойди еще до человека чтобы дробовиком него выстрелить учитывая размер этой карты не самая легкая задача ну на самом деле дробовик убивает с одной-двух путь но очень близким на на очень близком расстоянии что логично на этой карте дробовик не самое разумное решение потому что карта очень далек и очень много мест но на какой-то из карт где ну в будущем они хера это я где блин на какой-то из карты где в будущем можно будет в более узких помещения бегать я думаю это будет довольно прикольная вещь катку средний отыграл потому что бегал в основном предыдущую катку как-то так получилось что в здании постоянно были люди и всю катку был экшен 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 90 процентов этой катки я просто бегал но дальше не будут продавать по такой маленькой цене мы это все прекрасно понимаем да если будет продавать по максималочке даже чуть выше чем максималочку а торнадо мы с вами уже видели пойдем торнадо залезем на просто ради прикола я знаю что я в нем вздох на наш прикольный ну не сдохнуть а полетать торнадо попробуем выбраться из него не это вообще помню возможно если ты попал в торнадо тебе уже жопа не знаю ни разу не получалось из него выбор а вот смотри я смог первый раз эти я смог из него выбраться не значит все таки это возможно я просто не получалось раньше ну как бы прикольно я не заметил сколько было fps когда я был в торнадо но вроде он как 120 примерно держится так и остался ну О, захватывают, пойдем потыкаем в народ пулями. И вот такой присыл у тебя, стойный. Ну ладно, давай обратно в эпоху. Окупация Фокстрот-секторов. Ой, интересно, а молния, если попадет вот таким способом, она может убить? Он, по-моему, уходит, да, таким способом? Все. То есть он за карту пошел. Типа кончился торнадо. Нифига не сражались, нам интернадо посмотрели зато. Все тогда, чат. Собственно говоря, я пойду отдыхать, чего и вам желаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Все необходимые ссылочки в описании и в шапке канала. Ссылочки в описании на YouTube работают под видео не всегда. Просто копируйте их и вставляйте в браузер. YouTube так пашет, что ссылки порой не открываются. Они якобы не рабочие, на самом деле рабочие. Собственно говоря, все. Увидимся, услышимся. Стримы среда, суббота, воскресенье в 19.00 по МСК. Но я среду иногда отменяю. В группе ВКонтакте все анонсы и новости. Подписываемся. Как бы вот. Тут иногда вот появляется, например. Все. Всем удачки. Всем счастливо. Пошел отдыхать. Пока.